Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧУАШ и программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. Предварительный прогноз синоптиков в 2019 году прогнозирует, что весна будет раннее, а это значит, что ранним будет и паводок. Так ли это на самом деле? Поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в гостях председатель Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Здравствуйте! Очень рад видеть вас в студии. Вопрос такой очень важный, своевременный, потому что именно в начале марта как раз все начинают задумываться о том, какой же будет весна и как же она обернется для жителей города, может быть, для жителей сельской местности. Этот вопрос даже более остро стоит. В принципе, календарная весна уже наступила. Сегодня даже по погодным условиям чувствуем, что уже вот-вот. Тем более на днях, наверное, грачи прилетят и они на своих крыльях настоящую весну нам принесут. В принципе, органы власти на территории Чувашской республики, наши федеральные, республиканские, на местах муниципальные готовы к безаварийному пропуску паводковых вод. Потому что не первый год мы работаем по этой тематике, не первый год. Ежегодно весна наступает, но весна каждый год она разная, своеобразная. Были моменты, вот помним прекрасно, 2010 год, 2012, 2013, 2014 годы, когда у нас паводок проходил очень активно, обильно. И в итоге, по некоторым муниципальным образованиям, это прежде всего в то время, это Цивийский район, город АлатР, АлатРский район, приходилось ввести режим чрезвычайной ситуации. И организовывали там дежурство наших спасателей, чтобы обеспечивали безопасность в этих местах затопления и подтопления. А в прошлом году, в принципе, никто не ожидал, но в то же время резкое потепление и в своем нижнем течении образовался затор льдин. И в итоге у нас Батаревский район, несколько населенных пунктов оказались в зоне затопления и трое суток там действительно приходилось работать в таком вручном режиме, чтобы оказывать содействие и помощь населению, чтобы обеспечить всем необходимым и обеспечить безопасность. Ну вот всю неделю у вас проходили совещания, говорят, что в этом году действительно зима, подарил нам много снега и запасы снега до сих пор сохраняются в многих районах. Очень высокие, в два раза больше нормы, ну, отмечают специалисты. Вот как это может повлиять на прохождение ВОД? Ну, в принципе, вот буквально 1 марта министр МЧС России Евгений Николаевич Зиничев провел заседание правительственной комиссии, где выступал руководитель службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации Яковенко Максим Евгеньевич. И конкретно он предупредил, что для Поволжья в этом году характерны большие запасы снега, воды в реках. И конкретно он даже привел пример Суру. Потому что при определенных условиях, когда резкое потепление, таяние снега и плюс, если в это время у нас дожди, то, возможно, действительно большой сброс с Пензенского водохранилища. И, соответственно, Сура может предподнести нам свои сюрпризы. Прежде всего, город АлатРа, АлатРа-Скален. Поэтому к этому сейчас конкретно готовимся. Буквально вчера в АлатРа провели совместное заседание правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям города АлатРа и АлатРа-Скален, где обсудили все текущие моменты, что сегодня ситуация какова. И задачи на перспективу в ходе подготовки к паводку и во время самого прохождения паводка. Чтобы действительно быть готовым во всеоружии, все силы и средства, те, которые предназначены для этих целей. Хорошо. А идет еще вместе с этим и оповещение жителей. То есть вы предупреждаете, что они в зоне риска, допустим, или чтобы никакой-то паник не создавать, пока эта работа не ведется? Нет, эта работа уже начата, потому что времени буквально через пару недель, возможно, уже первые ласточки паводка. Поэтому мы сейчас задачу поставили муниципалитетам, где у нас подвержены оттоплению, чтобы подворно обойти всех, со всеми переговорить, предупредить, раздать всем памятки, записать всех, ввести список, кто куда, предположительно, если, не дай бог, большая вода придет, тот же АллатРа, это микрорайон Подгорье, это не первый год уже, кто куда. Если пункт временного размещения, они готовы принять этих людей, или они к родственникам, или к знакомым, но в то же время у кого-то там живность, скотина, и все это полностью сейчас составляется список. И есть люди, те, которые уже в возрасте преклонном, у кого малые дети, здесь полностью каждого на учет, чтобы потом оперативно решить все проблемы, кого куда размещать, кому какую помощь оказывать, и дальше уже какие действия по организации жизнедеятельности в этих микрорайонах. Поэтому эта работа уже начата, она ведется, и задача стоит до 20 марта эти работы закончить. А сколько тогда таких домовладений? Сколько в зоне риска, допустим? Сколько людей, если что, придется эвакуировать? Ну, не дай бог такое случится, по самой это неблагоприятной, если пойдет ситуация по половодию, то на территории Чувашской республики в пределах 57 населенных пунктов мы считаем, где у нас почти 1900 подворий, где проживает 3500 человек. И, соответственно, вот в этом направлении с этой категорией граждан и сейчас ведется работа. Это какие районы, кроме АллатРа и АллатРского? Это АллатРа, АллатРский район, Батаревский район, Комсомольский, Яльчики, Парецкий район. Ну, вот более-более вот такие, где возможно, возможно, вот такое потопление. Ну, приятно, что Цивильск уже в этом списке не фигурирует уже несколько лет. Там вопросы вообще все сняты. Раньше было и потоплялся и лагерь, и личное хозяйство, да? То есть удалось. Ну, Цивильск уже сколько, три года подряд работали до этого по строительству этой дамбы, если так называем в народе, это сооружение защитное. Поэтому по завершении всей этой работы сейчас по Цивильску все проблемы сняты, и Цивильск уже любуется только природой и половодием, когда идет по Цивилю. Это очень приятно. А силы и средства какими располагаете? В этом году меньше, больше заложено в связи с тем, что и снега больше или... Ну, в принципе, резервный фонд и материальные запасы, в принципе, они не зависят от того, какая погода ожидается на улице. Ежегодно мы закладываем правительству Чувасской Республики 60 миллионов рублей. Это резервный фонд Кабинета Министерства Чувасской Республики. И в пределах суммы, там, 119 миллионов с копейками, это еще материальные запасы. Это только республиканские, плюс муниципальные, плюс еще предприятия, учреждения, организации. Эти цифры солидные, в принципе, они достаточны для решения тех проблем, которые могут возникнуть. А количество людей задействованных, если что будет, тоже хватает всех? Техника, прежде всего, это наши спасатели Чувасской Республики, они уже в готовности. Они все обучены, техника уже проверена, готова. Поэтому здесь вопросов нет. Плюс пожарные части, они тоже в это время у нас входят в состав сил и средств. И Главное управление МЧС России по Чувасской Республике, и Республиканская противопожарная служба, плюс ГИМС Чувасской Республики, и, соответственно, плюс еще у нас, это в каждом муниципальном образовании свой состав сил и средств, который привлекается в экстремальных ситуациях. Поэтому личного состава более 5000 у нас на учете, техники почти 2000, из них только плавсредств, это 57 единиц и 9 единиц беспилотных летательных аппаратов. На ближайшие недели, до конца марта, какая работа предстоит еще? Что нужно будет доделать? Учения, я знаю, проходят на Чувасской ГЭС. Ваши сотрудники наверняка перешли в какой-то усиленный режим, возможно, внесение службы? Усиленного режима пока сегодня нет, но сейчас как раз идет тренировка всех сил и средств, которые привлекаются в этот период паводка. Это касается всех муниципальных образований наших, все города и районы, спасательные службы. Вот у них сейчас активная фаза подготовки, тренировки, проверки техники, проверки запаса всех этих средств и нервных материалов. Ну и готовность полная уже буквально через 10 дней. Спасибо большое. Я надеюсь, что эта весна принесет нам только хорошее настроение, приятные новости и только приятные улыбки. Будем надеяться. Спасибо большое, что пришли в гости. Спасибо вам. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши.